...военно-морской базы для проведения торжественного ритуала подъема Андреевского плага на патрульном корабле Дмитрий Рогачев построен, доложил в ритм командира 184-й бригады капитан 2-го ранга Пусаинов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Здравия желаю! 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 КОНЕЦ 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 До конца года Черноморский флот получит 15 боевых кораблей. Что касается этого корабля, сейчас ему предстоит сдать курсовые задачи, подготовиться к выходу в море, осуществить переход в главную базу Черноморского флота, вордируя Севастополь, Стать участником на день военно-морского флота в Севастополе. Такой же проект корабля у нас сейчас находится на переходе. Идет в город Санкт-Петербург, где будет участником главного военно-морского флота. Если можно, немножко про этот корабль, как представьте, чем он уникален, его модульность, немножко об этом, если можно. Да, это новый тип кораблей, здесь заложен принцип модульности. То есть он выполняет много функций и задач. Он может быть и в ударном варианте, и в противолодочном варианте. Сейчас он выполняет задачи по прикрытию наших кораблей. И сможет спокойно решать задачи, как ближней, так и дальней морской. Все испытания, как были пройдены испытания, все ли хорошо? Все хорошо, все замечательно, все испытания. Корабль прошел, экипаж подготовлен, все документы подписаны. Главнокомандующий военно-морский флотом подписал приказ. Корабль готов, теперь он в боевом составе, в боевом составе военно-морского флота, черноморского флота. Это боевая единица, которая пополнила силы черноморского флота.